Где этот гном? Говорит Леголас. А с чего ты взял, что это написал гном? Больше похоже на тролля, который просто затроллил эльфов. Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить осталось? Недолго, говорит кукушка, из своего укрытия кукушечного. Сейчас бах, мозги на ёлке, чувака. А он хорош, такого бы нам в команду. Да Волкас, ну погоди, вообще тащит. Мало того, что он тачкой управляет двухколёсной, одной рукой, так он другой рукой ещё и угрожать умудряется. Тысяча чертей. Представляете, если бы у нас деньги бы назывались не рубли, а черти. Я получил зарплату тысячу чертей. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, в этом ролике я покажу вам приколы, которые вы мне прислали в личку. Тут нет ни одного прикола, который я сам нашёл, все исключительно ваши. Вы тоже видите лица на этой корове. Я вижу лица, но меня больше радуют серёжки у коровы. Гламурные, модные. И она даже специально ценники не сняла, чтобы хвастаться перед подружками. Типа, смотрите, какие дорогие серёжки мне подарил мой бычок. Друзья мои, популярная фотография в сети, которая вызвала кучу споров. Что на ней изображено? Озеро или стена? Как вы думаете? Поставьте паузу. Сейчас я вам скажу правильный ответ. Итак, пам-парам, паузу поставили. И на самом деле это стена, такого болотного цвета. И на фотографии кажется, как будто это озеро. Мне кажется, в моём вагоне сейчас будет драка. Я бы сказал, не драка, а целая война начнётся. Они будут решать, у кого круче усы. Эволюция репки. Сначала эволюция, потом революция. Репка захватит власть. Друзья мои, между прочим, да, мы вместе с этим мемом желаем вам всем такой беспорядок дома. Потому что много денег это круто. А когда много денег, можно купить себе что хочешь. Поэтому я всё время своим подписчикам желаю много денег. Так что, кто хочет такой беспорядок, ставьте лайк этому ролику. А это первая в мире уникальная трёхмерная татуировка. Только вот зимой неудобно ходить, потому что приходится на пуховике вырезать дырочку для торчащей руки. Но неважно. Американские горки, фигня по сравнению с этой российской горкой. Ощущение свободного падения, в общем, тут будет у вас. Рокки, Форсаж, Звонок, Титаник. Ну погоди, просто лютейший мультик. В нём есть всё. Все самые крутые фильмы, голливудские, спёрли идеи из Ну погоди нашего. Уникальный вкус. Вкус КС. Чего, чупа-чуп со вкусом контры? Как это представить можно? Мам, там папа с лестницы упал. И что сказал? Мат пропускать? Да. Молча упал. Пара-пара-пам. Шутка на миллион. Она. Я опаздываю, ты можешь положить еду в духовку? На 120 градусов. Я. Конечно, дорогая. Чётко по транспортирую. Ни градусом больше, ни градусом меньше, иначе пригорит. Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда. А чё, чувак, тебе жена так, что ли, держит телефон? Ты так жену используешь? Блин, жену можно поинтереснее использовать как-нибудь. Ну да ладно. Волк из Ну погоди. Это самое крутое существо в мире. Чак Норрис лох по сравнению с этим волком. Стопэ. Дерзкий знак. Ещё внизу можно было подписать. Типа, деньги есть. Ну, типа, все проезжающие знак у бабки отсчитывают. Болт погоды. Справа болт висит. Болт мокрый, идёт дождь. Болт сухой, значит, дождя нет. Болт отбрасывает тень, значит, ясно. Болта не видно, туман. Болт качается ветрено. Болт в белом, снег. Болт ходит вверх-вниз, землетрясение. Болта нет, обновление данных. Болта нет, значит, накрыло цунами. В принципе, наверное, так у нас погоду и определяют. Судя по точности погоды, блин. Гениально. Ну да, шо тут, не поспоришь. Когда твой кот не спит на клавиатуре, не мешает играть и не загораживает монитор. Блин, это какой-то неправильный кот. Потому что кот должен спать на клавиатуре и загораживать монитор. А тут прям кот-бро какой-то. Ещё скажите, не сыт в тапки. Ещё одна оптическая иллюзия. Мужик, но типа играет машинкой. Внимание, чебурек с мясом. Да ладно, вам повезло. О, смотрите, может быть там не мясо, а поаккуратней. Похоже на какую-то собачью какашку внутри теста. Китайскую стену построили, чтобы китайцы не вываливались из страны. Есть в этом логика, ведь их очень много. Без лишних слов, объяснительное. Это для тех, кто не умеет читать. Ну, если у вас начальник на работе читать не умеет, то можно ему такие объяснительные давать. Глубокий вдох. Не выдыхаем. Всё, теперь в школу можно не идти. В принципе, уже можно вообще никуда не идти. Свобода. Мам, откуда берутся перья в моей кровати? Ты петушара? Олег. Я, кстати, пил сок лука, ещё чеснок выжимал, капусту, зелень. Меня почему-то стошнило, много не пейте. Пил сок огурца, свеклы, капусты и даже сырого картофеля. Всё это пил. Евгения говорит. Зачем? Олег отвечает. У меня была соковыжималка. Исчерпывающий ответ. Утю-тю-тю-тю. Блин, походу там весело на баскетболе у них. А сзади чувак, смотрите такой. Я тоже хотел поговоряться у него в носу. Не дай бог споткнуться. Прикатится просто такой весь синий. Мешок с костями перемолотыми вместо человека. Раздробленный весь. Сломай мозг. Нет, это просто чудо баланса. Вы тоже можете так попробовать сделать. Не верите? Попробуйте. Это легко, это каждый сделает. Я сейчас не шучу. И смотрится круто. Конфеты космос. Хотели бы попробовать? Друзья, хотели бы такие попробовать? Вообще смотрится очень прикольно. Ну ставьте лайк, если хотели бы попробовать. Вообще очень необычно, я вам скажу. Я бы попробовал бы, наверное, Юпитер. Поцелуй меня, принцесса. И проклятие единорога будет снято. Принцесса. Ох, блин, блин, блин. Причём это уже, наверное, десятая принцесса. Он сейчас такой, блин, пойду искать ещё одну. 1991 год. 2015 год. Нашей яме 24 года. Заметьте, я бы даже форму свою не изменила. Стабильность. В России стабильность. Как, судя по рассказам моих родителей, они добирались до учёбы. Вот-вот-вот, я то же самое слышал регулярно. В метель, в пургу, на санках, три часа, до школы. Мой хозяин идиот. Нет, он просто хочет быть котом. Он подражает тебе, он твой фанат. Мне нужна твоя одежда. Арнольд Шварцкот, блин. Чё-то я сегодня петросяню жёстко. Арнольд Шварцкот. Меню. Чебурек 25. Кот с грибами 50. Кот с маслом 50. Чай 15. Ну ладно. Зато честно. А это, друзья мои, терминал, который выдаёт талоны. Ну такой электронный, знаете, подходите, на сенсоре нажимаете пальцем получить талон, и вам выезжает талон. Ну вот на Почте России, в каком-то из городов нашей необъятной страны, вместо терминала стоит такая штука. Подходишь и сам берёшь талон из коробки. Илон Маск просто нервно курит в сторонке от таких технологий. Угадай страну. А что, по-моему, гениальная идея. Бельё проветривается, и при этом не намокает. Огурец здорового человека и огурец алкоголика. И кто-то внизу пишет комментарий. Огурец сына маминой подруги. Зачем сыну маминой подруги такой здоровый огурец? Скажите спасибо, что вообще дверь поставили, потому что могла бы быть тупо дыра, в которую можно было бы выпасть, если бы был час пика, была бы куча народу. Налейте мне 3 литра котика, пожалуйста. Ну, ребят, ни для кого не секрет, что коты это жидкость. Их можно перелить куда угодно, и они примут форму сосудов, в котором они находятся. Он любит эти тапочки. Сегодня он простоял в них около 30 минут, потому что он считает в них себя огромным хищным зверем. Ну, короче, этот кот просто стоит в этих тапочках. Забавно смотрится, наверное. Тогда, сейчас, проекция ковра на стену. Но ведь от него нет толку, потому что ковер на стене грел, а здесь он просто создает некую такую эстетику. Друзья мои, это оптическая иллюзия. Но она работает только если вы смотрите меня на планшете или на компьютере. На телефоне она будет очень маленькая. Короче, это живая двигающаяся картинка. Можете поставить паузу и посмотреть, что на самом деле это не анимация, это просто картинка. А вот еще один прикольный стол. Кажется, что на него сесть невозможно, и ты упадешь. И вообще он не может стоять в таком положении, потому что у него нет сзади ножек. Но прикол в том, что тень от стула на самом деле не тень, это опора, которая выглядит как тень. Забавное совпадение номеров. Но мы, конечно же, не будем это читать. И поэтому... парам-пам. А здесь находится река Миссисипи. Пятиклассник. Мисси-писи, ха-ха. И знаете, в чем прикол? Я тоже ржал над этим Миссисипи. Мне кажется, эту стадию взросления проходит каждый человек. Каждый парень. Девчонки смотрели нас как на идиотов, но нам было пофиг. Так, значит, заходите вы в туалет, а там такой вот. Я думаю, сразу перехочется делать все, что вы хотели делать. Заметили, друзья мои? Кто-нибудь что-нибудь заметил здесь? А я вам не скажу, вот пишите в комментариях, кого вы видите. Хотите больше приколов и мемасов? Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет в описании под роликом. Туда мы постим каждый раз что-нибудь новенькое, веселенькое. И нас там уже 30 тысяч человек в группе. Группа называется Холодильник мемов. Также, друзья мои, если это видео вам понравилось, если вы улыбнулись, если у вас хоть немножко поднялось настроение, то ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Всем удачи, добра и позитива, хорошего настроения, улыбок и пока-пока. До встречи в следующих видео.